Всем привет, это Димико, и сегодня я покажу вам, как я делаю свои проекты наподобие Хьюмана, что был недавно залит мной на мой канал. В этом обучающем видео речь пойдет о звуковой части проекта. Я также расскажу, как переключать сцены и добавлять несколько звуков на одну кнопку. Итак, мы начинаем. Так как я играю на раскладке User1, всегда основой моего проекта является пустой drum rack. Так, надо вот go to drums, drum rack, и перетащить его сюда. Она сама сменится на drum rack, там не важно, что было до этого. Итак, drum rack представляет собой 64 кнопки вашего ланчпада. Вы можете это проверить в любой момент. Ну, я буду работать с самой крайней левой кнопкой. Итак, вы можете просто взять и напихать сюда сэмплов. Промахнулся. Ну, просто напихать и играть, но тогда у вас будет всего 60 клавиш. А если вам нужно больше, то делайте, как я. Я делаю всегда выбор сцен. То есть тогда у меня получается не 64 кнопки, а 8 раз по 64 кнопки. И я эти сцены могу переключать боковыми круглыми клавишами. Делается это так. Идем в инструменты, находим инструмент rack. Кидаем в ячейку drum rack. Сначала делаем для одной ячейки. Просто так меньше маппинга придется делать. И потом просто идем copy-paste, copy-paste и так далее. Ну, для начала проделываем следующее действие. Добавляем инструмент rack. Привязываем вот эту полоску чейна к макро-регулятору. Включаем макро здесь. И привязываем этот регулятор к этому. Дальше на вашем ланчпаде. А, ну, нажимаем MIDI-привязку. Выделяем это. И на вашем ланчпаде нажимаем самую верхнюю круглую кнопку. И сам, не отпуская ее, самую нижнюю. И меняем вот здесь значение на 7. И выключаем MIDI-привязку. Итак, я проверяю. Смотрим вот сюда на выбор. И да, она работает. Я вот нажимаю клавишу попеременно, те, которые сбоку. Теперь мы можем просто, чтобы не делать все остальное для... Все то же самое для остальных ячеек. Просто идем copy и paste. И здесь надо будет сделать только всего одну привязку. Вот эту. Теперь начинается работа с сэмплами. Ну, для примера, можно взять любую мелодию, так же, как я брал целиковую. Кстати, советую брать именно в формате flag, FLAC, не в MP3 ни в коем случае, потому что качество здесь имеет значение. Добавляем его вот сюда, в инструмент, там где написано drop an instrument or sample here. Если вы хотите привязать этот сэмпл для первой раскладки, то у вас, соответственно, она должна стоять на нуле. Если для какой-то другой, например, вот я выбираю четвертую раскладку, вы двигаете под этот ползунок. Эту штуку, палочку. Мне они напоминают палочки. Так же можно его раздвинуть, если, например, у вас ударные на всех сценах стоят на одном месте. Ну, давайте останемся на первой раскладке. Итак, работа с сэмплами. Велоситое убираем в ноль, оно будет только мешать портить сэмпл. Если вы хотите, чтобы сэмпл у вас не затухал, то есть, чтобы не приходилось держать клавишу, чтобы он играл, ну, как только я отпускаю, он сразу же пропадает. Делаем релиз на 60 секунд. Собственно, больше ничего вот в этом инструменте, который называется Симплер, ну, он всегда называется по названию вашего сэмпла, но это Симплер. Больше ничего здесь интересного нет. Ну, так же, если вам не нужен этот релиз, просто уберите его чуть не в ноль. Дальше идем правой клавишей мыши, Симплер, Сэмплер. У Сэмплера гораздо больше возможностей, чем у Симплера. Например, вы можете не обрезать клип где-то в сторонних программах или в режиме вот этом, а делать все это прямо в самом сэмплере, двигая вот эти вот ползунки, края. Это точная настройка краев. Просто двигайте мышку вверх-вниз. Если вы знаете BPM своего сэмпла, выставляйте его здесь. Ну, тогда BPM выставится для всего проекта, конечно. И включаем снап. Снап позволит нам обрезать клип более ровным и избежать щелчков, непопадания в ритм и прочего дерьма с этой стороны. Ну, я снап выключу пока что, потому что я не знаю BPM моего клипа, я еще не узнавал. Итак, вот так можно границами выбирать сэмпл, не обрезая его. Если вы хотите все-таки обрезать его, просто правой клавишей crop sample, пожалуйста. Ну, я делаю undo, мне это не надо, я это не люблю делать. Как-то влиять на производительность вот такой целый сэмпл с выделенным отрезком или обрезанный, я не знаю, что лучше. Честно. Если вы хотите, чтобы ваш сэмпл, например, очень-очень длинный, больше минуты, то, что он вот как раз переходит уже за релиз, который 60 секунд стоит, и вы не хотите, чтобы он затухал со временем, просто убираем вот это вот в минус 100. Переходим на вкладку фильтр и убираем. И, наконец, заключительная часть моего обучающего видео, это как сделать несколько звуков на одну кнопку. Для этого мы достаем вот эту вкладку зоны. Смещаем обе границы до C3. Вот здесь вот видите, наверху написано C3. Потом надо... Ну, я обычно делаю дубликат сэмплами. Выставляем границы, которые нам нужны. Затем находим в MIDI-эффектах эффект Random. Помещаем сюда. Шанс ставим на 100%. Выбор choices настолько, сколько у вас вот здесь вот ваших клипов. И Mode ставим Alt. И вот смотрите вот сюда. Пожалуйста, у вас звучат разные клипы. Можно также делать пробелы. Это может использоваться при сложной MIDI-подсветке, например. Ой, простите. Вот choices надо как раз увеличить при этом. Ну вот, в общем-то, и всё. Спасибо за просмотр. Видео о подсветке будет очень скоро. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok